Микс Ньюз И вот пятница, и вот после шести вечера, и вот мы говорим о том, как музыка, как универсальный язык общения работает. Вопрос, можно ли научить любить и понимать музыку? В студии у нас сегодня Михаил Казиник, культуролог, музыкант, просветитель, человек, который, вот честное слово, я когда первый раз в жизни увидела Михаила Казиника, я подумала, господи, почему мне так не повезло, что я не знала этого человека, когда была маленькой девочкой. А я бы так хотела знать этого человека, когда была маленькой девочкой. Потому что то, что говорит Михаил Казиник, то как он это говорит, как он это представляет, как он это показывает, как он это, не знаю, предоставляет в любой, ну не знаю, аудитории. И это самая главная вещь. То есть это человек, который должен встретиться нам в жизни. И вот он нам, thanks God, он нам встретился сегодня в нашей студии. Кюля Писпанин. А есть у нас еще Лена Лукьянова. Звукорежиссер Родион Золотарев. Есть у нас телефон 672-12-939, 672-13-939. Мы говорим сегодня о том, можете ли вы воспринимать музыку как, не знаю, может быть, вы меня поправите как высшие сферы или просто как что-то обязательное. Но, тем не менее, мы сегодня, нам большая честь выпала говорить с Михаилом Казиником. Михаил, здрасте. А я еще сделала одно коротенькое-коротенькое предисловие. Мне кажется, я сегодня ехала сюда и думала, почему в Латвии так много музыки? Почему культурное пространство так сильно заполнено музыкой? И мне подумалось, что музыка – это действительно универсальный язык, да? На фоне очень жесткого этнолингвистического конфликта, когда театры, книжные магазины теряют своих слушателей за счет барьеров, которые здесь существуют, а музыка универсальна. Музыке все равно, кто ее слушает. Русские, латыши, евреи, белорусы. И на фоне просевшего иного пространства, там, где используются другие языки, музыка в Латвии приобретает особое значение, объединяющее. Что вы думаете? Я не думаю. Я знаю, что музыка спасала уже не одну цивилизацию. Роль музыки намного больше, чем можно даже себе представить при самых благих идеях и намерениях. Потому что начнем с того, что в античном мире вы слышали тривиумы и квадривиумы, античные гимназии. Какие были предметы и какие были главные? Главными были риторика, музыка, логика, астрономия, математика. Почему музыка? А вот вы знаете, в древнем мире считалось, что если человек не воспринимает музыку, то он асоциален и он вне сферы. Потому что все знали, что мы живем в музыке сфер, что все планеты звучат, все звезды звучат, и это правда. Причем они звучат все по квартоквинтовому кругу, с диезами и бемолями, с трезвучиями, с золотыми сечениями. Потому что вся музыка выстроена как божественная пропорция, то есть золотое сечение. Помните, да? Числа Фибоначчи. 1 плюс 1, 2. 2 плюс 1, 3. Дальше 3 плюс 2, 5. 5 плюс 3, 8. Вот возьмем, остановимся на этой пропорции. 8 к 5. Посчитайте, сколько белых клавиш в октаве. Окта, 8. До, ре, ми, фа, соли, аси, до. Сколько черных? 5. 5, конечно. 8 к 5. Что такое вообще развитие всей классической музыки? Это движение от тоники первой ступени к доминанте 5 к 8 тонике. Итого 5 движется к 8. 1 движется к 5, а 5 движется к 8. Таким образом, движение 1 к 5 пресекается с пятеркой на золотом сечении, а 5 выходит на 8. Если бы у меня сейчас был здесь рояль, я бы просто настолько потряс. Миш, вы уже потрясаете даже словами. А один только очень простой и очень обывательский вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вот хорошо, вы потрясающе раскладываете музыку на очень понятные слова. Да, я сейчас очень утрирую. Так, так. Но другие сущности. Я абсолютно утрирую. Вот вы раскладываете музыку на очень понятные слова. Я их понимаю. Мы не будем говорить, что я где-то там далеко музыкант. Но при этом при всем. Каким образом людям во всех странах, во всех мирах, во всех культурах сделать так, чтобы все вдруг взяли и полюбили музыку, как вы, или как вы это рассказываете? Это же так просто. Понимаете? Вот когда вы это рассказываете, это так просто, и это так понятно, и это так любимое. То есть, почему я страшно люблю... Вот честное слово, простите меня, пожалуйста, дорогие слушатели. Я абсолютный апологет Михаила Казинька. Очень много лет. Я очень много лет слушала его лекции, и я знаю, что такое, когда Михаил Казиньк рассказывает о музыке. Это счастье. Это счастье, потому что это счастье, которое ты понимаешь. То есть, это счастье понимать музыку. Не просто там до, рэ, ми, фасо, ля, си, да, а понимать, что до взаимодействует с си, там, ля взаимодействует с ми, там, еще что-то. И это все играет какую-то потрясающую историю. И это страшно хочется, чтобы знали все. Вот как это популяризировать? Я сейчас, наверное, конечно же, выступаю как абсолютный идиот, но мне хочется популяризировать страшно интересное знание. Первый шаг – должен обратиться и вытащить примерно 3% любого общества. Сегодня его намного меньше. И причин к этому очень много. Одна из причин – это ГУЛАГ. Это страшное и дикое совершенно посягательство на гено-код, на гено-фонд. Я приведу вам один пример. Когда я занимался русскими квартетами Бетховена, у Бетховена есть такие квартеты, называются русские. Почему? Потому что был такой совершенно замечательный граф Разумовский. Он дружил с Гайденом, Моцартом и Бетховеном. Моцарт, он подговаривал уехать в Россию. Он говорил, слушай, Моцарт, тут тебе намного труднее с девочками. А в России, как ты только начнешь играть, то девочки с ума сойдут. Потому что русская женщина, она любит и слухом, и глазами, и гениев любит. А, между прочим, я когда-то такую пустил мысль по всему интернету. Она разошлась в одном из интервью. Я сказал, что Россия будет жить до тех пор, пока в ней еще есть женщины, у которых эрогенная зона интеллекта. Ну, то есть, вот такая. Она очень обрадовала огромное количество людей, но очень рассердила православных. Они сказали, что Казини гад сатанистский и так далее, и так далее. Не интеллект должен быть, а смирение, девственность и так далее. Что это за эрогенная зона интеллекта? Только дьявол, сатана может такое сказать. Женщина должна быть послушной, домашней и так далее. Ну, соответственно, и со всеми законами. Было много всяких критических моментов. Но могу вам сказать, что вот, видите, потерял мысль, устал немножко, потому что нагрузка была страшная. О чем я же только что вот говорил вам. Ну, да. Я хотел продумать. Вы о том, что эрогенная зона – это Россия. Да, да, возвращаемся. Итак, граф Разумовский, который уговаривал Моцарта приехать в Россию, Моцарт начал собираться. Потому что Разумовский сказал, что денег будет столько, весь билетаж займешь, будешь ходить с собой в их шубах, не бойся русской зимы, а девочки будут сходить с ума, то есть выстраиваться в очередь для того, чтобы прикоснуться к тебе, для того, чтобы поцеловать тебя, для того, чтобы заманить тебя, потому что русская женщина любит интеллект, любит талант. Есть проблема, кстати. Да, да, да. И Моцарту ужасно это понравилось. Он стал собираться. Но смерть перервала это все, потому что неизвестно, что было бы, если Моцарт приехал в Россию. Это было бы и для Моцарта, и для России новый этап в жизни всей истории музыки. Потому что он бы проникся русской песенностью, которая страшно нравится, и нравилась Бетхойну. Он написал массу музыки, кстати, по мотивам русских мелодий. И, кроме того, Разумовский, большой поклонник музыки, он был настолько велик и свободен, граф Разумовский, что он в центре Вены построил себе дворец, не спрашивая ни у кого разрешения, и никто не пикнул в Габсбургской Вене. Представляете, где каждый кулачок земли был на учете. Нужно было пройти такую бюрократическую гигантскую систему для того, чтобы построить. Он построил дворец Разумовского в центре Вены. Он говорил почти на всех цивилизованных языках. Ему хотелось говорить со всеми. И я решил... Да, кстати, он подарил Бетховену сборник прача. Это сборник, собранный им русских народных песен. Первый сборник, который вышел в России с собранием русских песен, романсов всего. Он говорит Бетховену, выбирай себе для квартетов. Бетховен выбрал. И русские квартеты и сегодня затрагивают сердце, как никакие другие, потому что там вдруг неожиданно появляются такие задушевные, такие любовные, ямщицкие, полуцыганские мелодии у Бетховена, у Бетховена Венского классика, у третьего Венского классика. И вот я решил закопаться в Разумовского. Откуда он такой, граф Григорий Разумовский? И стал заниматься его генеалогическим древом. И докопался до его прапрапрадеда, который был украинцем, которого звали Григорий Розум. Он был простым парнем. Но когда императрица увидала его, он был жутко красив и от природы умен. Императрица какая? Ну, какая? Екатерина. Екатерина Ца? Да. Которая ездила по Украине и сказала, что это народ, который должен петь, потому что это певческий народ, и основала там академию. Первая в России академия была именно там, в городе Глухове. Она основала академию, из которой вышли все великие православные композиторы. Кстати, Бортнянский, Березовский, Ведель – это все украинские хлопцы. Нет ни украинских, настоящих этих великих. Там были певчие, они стали как в баллоне изучать языки, им дали высочайшее образование, и они таким образом достигли огромных высот. Но, значит, одна такая деталь. Я посмотрел, что вот этот вот Григорий Розум, ему говорит, так, поехали со мной в Петербург, будешь при дворе. Ну, любовалась им, не могла, как женщина, не могла спокойно пройти. Его тут же переодели, увезли под старскими делами всеми. Он быстро стал графом. У него родился сын. У сына родились дети другие. Григорий Розумовский, тот, о котором я говорю, уже не Гришко, Розум, а был графу добавлен, ну, не может быть граф Розум. Это простонародное, да? Стал Розумовским. И Григорий Розумовский – это уже четвертое поколение Розумовских. У него тоже была куча детей. Он был самым авторитетным человеком, он был русским посланником, Веня, между прочим. Именно русским посланником, дипломатом. Его все любили. И мужчины общаться, и женщины любиться. Это правда. Он столько вообще приключений и всего. И все его безумно уважали. И вот такой момент. Я посчитал. Сколько до 17-го года 20-го века талантливых Розумовских породилось от этого древа? Около 300 человек. Да ладно? Да, во все стороны. Ну, вот как у Пушкина сейчас несколько тысяч. Нет. А у Пушкина сколько? Вы же не забывайте, что идет геометрическая прогрессия, потом дубль супергеометрическая. Потом там, где было двое, становится шестеро. Там, где было шестеро, становится сорок восемь. Там, где становится сорок восемь, там появляются и триста все. Посмотрите, где только не живут родственники Пушкина. И в Грузии, и в Америке, и на Крайнем Севере, где хотите. У них уже все виды внешностей. Но многие или некоторые сохраняют черты африканские, эритреи. Так вот, интересный момент. Я подумал, что если бы в свое время Екатерина, вместо того, чтобы забрать его в Петербург, решила посадить его в ГУЛАГ какой-нибудь, который она организовала. Но он не понравился, он ей дерзко, скажем, ответил. И все. Управила бы в ссылку, в себе. Можно понять, да, типа у Екатерины тоже был ГУЛАГ. Конечно. Да. Нет, ссылка – это одно. У всех самодержцев. У всех самодержцев всегда есть свой ГУЛАГ. Они хотят казнят, хотят милую. Но ГУЛАГ – это система. Господи, сколько их было. Но я посчитал вот, что меня сейчас другое интересует. Вы представляете себе, если бы погубили одного розума, то мы лишились бы трехсот талантливейших полководцев, мыслителей, поэтов, философов, художников, государственных деятелей. Вот о чем я говорю. А теперь представьте себе не одного розума, а триста подобных людей, которые были в ГУЛАГе. Сколько сегодня мы не получаем их, сколько тысяч их правнуков, проправнуков мы не получаем в результате. Ну, сначала была массовая миграция, потом ГУЛАГ. И в итоге, так как агротический режим, который есть сегодня в России, он отбирает еще и худших. Могу вам сказать смело, что наша страна с вами, Россия, с которой мы так или иначе имеем все корни, с которой это, по сути, колоссальный исторический эксперимент. Страна без генетического фонда. Которую мы сначала уничтожили, выслали. Ну да, да, да. Искоренили любыми способами, какие только вообще были возможны, физически и физиологически тоже. Вы знаете, у этого причины не в большевиках сначала. Причины лежат раньше, в очень глупых царских династиях. К сожалению, нам не повезло очень с царями. Потому что, как бы то ни было, Людовик XIV, король солнца, дружил и с Люли, и с Мольером. И общался с ним не на равных. Только когда Мольер написал Тартюфа, тогда король испугался, поскольку ему религиозные круги стали говорить о том, что как это может быть, это же богатступное произведение, и как вы будете поддерживать это сир. И тут король вызвал к себе, как вы знаете, Мольер и сказал, больше играть не будешь своих пьес, запрещаю. Будешь только свои фарсы играть в пале-рояле, и нигде ничего больше. И потом, больше мы с тобой никогда не увидимся, прощай. Пошел вон. Ты посмел написать Тартюфа. Тартюфа, это я всем рекомендую прочесть, перечитывать сегодня, там ответы на все вопросы. Есть два произведения, в которых ответы на все сегодняшние вопросы. Одно, это мой любимый роман XIX века, это «Соборяни Лескова». Да. О, да. Это гениально, и это ответ на сегодняшние вопросы. Острее мы уже не сможем объяснить того, что произошло в России сегодня. Там ответы. Там жили три замечательных русских человека, да, три соборянина. Да. И вот появились оттуда, из верховной власти, гады, страшнейшие, страшнее Гитлера, страшнее Сталина. Лесков как бы предвидит этот ужас, и они как труп разгоняют. Они умерщвляют, они лишают людей замечательных. Они убивают это общество старых людей, мыслящих людей. Они все разрывают, там уже появляются все эти будущие. В общем, это огромный разговор. А Тартюф Мольера, понятно почему, он для всего мира действует. Потому что там Тартюф, Святоша, который на самом деле, как вы узнаете в конце, крупнейший преступник. И он под видом Святоши ухитряется забрать весь мир в свои объятия. Он сумел зомбировать Аргона, и только его жена пытается спасти положение. Вы же помните эти гениальные риторические фигуры, когда она с Тартюфом, да? Но Тартюф каждый раз не просто выкручивается, он гениален в своей ничтожестве, в своей гадости. Он владеет гениальной риторикой, потому что когда он начинает недвусмысленно говорить, что мне нужна твое тело, я тебя хочу, просто элементарно, я хочу тебя, жену Аргона. Ну как же так? Аргон же вам так верит, Тартюф. Он вас верит как в святого. Как же вы можете, вы же все время думаете о горнем, о высшем. Как же вы можете хотеть меня, мое грешное, бренное тело? Он отвечает очень красиво. Помните, того, кто познал горние красоты, не может не тронуть земная. Он прав? Черт. Прав. Он все время прав. Давайте попробуем послушать дозвонившихся. Алло, говорите, пожалуйста, в эфире. Добрый вечер, Александр. Здрасте. Господин Козинник, вы очень красиво все говорите, но если бы не те русские, которые потеряли свой генетический код, вы бы вряд ли сегодня так красиво вообще бы говорили. Спасибо. Угрожаете? В смысле? Ничего не понимаю. И у вас в самом голосе уже была ненависть, причем настолько сильная. К сожалению, да, звонок сорвался, человек ушел. Миленький, просто я по первым же интернациям, я же много радиостанций мира знаю. Вот первая же интернация, натянутый, напряженный голос, истерия, тут же истероидное мышление, и все. Тут разговор бессмысленен. К сожалению, он бессмысленен. У вас, наверное, немало таких людей. И поэтому давайте мы прямо сейчас прервемся буквально на пару минут для того, чтобы продолжить через некоторое время. Микс-ньюс. Музыка – это универсальный язык общения. Вопрос, можно ли научить любить и понимать музыку? Телефон 672-12-939, 672-13-939. В студии у нас Михаил Казиник. Культуролог, музыкант, просветитель, человек, который может рассказать не просто о музыке, что такое оно в твоей жизни, а о твоей жизни. Что такое твоя жизнь в твоей жизни или музыке. В студии у нас Лена Лукьянова. Кюля Киспанин. Михаил Казиник, мы прервались ровно на том, что, может быть, кто-то не понимает, что существует определенное, ну не знаю, понятие, например, музыка. Ну, например, да, классическое. Вот у меня, например, есть подруга, которая умеет рассказывать про оперу так, что все просто сидят и открывают рот. Юлия Бедерова, может быть, вы знаете ее. Она может рассказать про оперу как про самый увлекательный детективный сюжет. Так, как никто, наверное, никогда в жизни не расскажет ни про одну музыку. И ты сидишь и думаешь, господи, правда? Ой, как хочется послушать. И ты бежишь. И тогда ты приходишь к Михаилу и говоришь, Михаил, правда так может быть? Правда музыка может тебя настолько завлечь, настолько тебя увести в какие-то... Давайте я скажу, потому что я скоро уйду, а вы останетесь и будете продолжать, ладно? Без меня, поэтому дайте я немножко скажу. Извините. Нет, нет, просто поскольку время ограничено очень, то я как гость хочу сказать несколько остальных мыслей. Все очень просто. Давайте на машине времени перенесемся во времена Иоганна Себастьяна Баха. И вместе с фермером, фермерской женой и четырьмя дочками и двумя сыновьями сядем в карету и поедем на воскресную или субботнюю службу в церковь святого Фомы в Лейпциг. Делали они это каждую неделю. И вот мы приезжаем с ними. Они такие простые люди, у них простой дом, простые дороги, здоровье. Приезжают туда, заходят и попадают в мир, где распятие. Когда господин Бах играет на органе, мы становимся среди всех верующих и начинаем слушать. И тут вдруг у нас с вами сыграло желание исследователя, чувство исследователей. Мы начинаем ходить среди этих крестьян и бюргеров и спрашивать, а вы действительно понимаете, что вам играет Бах? Он же играет сложнейшие прелюдии, сложнейшие фуги. Мы, например, в своем 21 веке говорим, что нельзя сразу начинать с Баха. Если мы хотим молодежь привлечь к классике, надо начинать с каких-то финтифлюшек-флюшечек, таких маленьких танец, маленьких лебедей, полонеза Гинского и что-нибудь такое. А потом сказать, что вот давай немножко еще шаг сделаем, еще. И, наконец, в конечном итоге придем к Баху. И тогда человек, настроившийся на белое и черное адажо из Лебединого озера, вдруг услышит Бах. И вот вы спрашиваете у посетителей церкви. Скажите, дорогие, вы понимаете эту музыку, да? Вот дети сидят сельские, да? Сидят всякие там, да? А вы что, откуда? Вас учили? Вы учились в музыкальном училище, в музыкальной школе, в консерватории. Вот такая аудитория гигантская слушает баховскую музыку. Они пожмут плечами и посмотрят на вас, как на ненормальных. И скажут, мы просто слушаем музыку. Нет, даже не просто. А они подсознательно всю неделю ждали этой субботы. И они приехали в Лейпциг, зашли в храм, увидали высоту куполов, увидали висящий в нефах орган, услыхали музыку и увидали распятие. А что они помнят от распятия? Что вот так закончил свои земные дни Бога-человек. И что у него было задание смыть наши грехи, вот пострадать за нас. Вот они это знали, да? Мы можем сомневаться, спорить, мы можем быть атеистами, кем угодно. Но что знали тогда крестьяне? И господин Бах играет музыку про это. То есть про их душу, про то, в каком они сейчас находятся состоянии. Вот и все. И тогда получалось, что они все меломаны, потому что они каждую субботу приезжали в церковь святого Фомы, слушали органные прелюдии и фуги Баха, токаты и фуги импровизации, слушали кантаты Баха с хором, слушали страсти по Матфею, потом страсти по Иоанну. То есть они слушали великую музыку и настраивались на эту волну в этот день. На завтра они приезжали домой и знали, что крыша прохудилась, что нужно класть солому, что нужно смолы побольше, что нужно забор поднять, который упал и так далее. Но постепенно, по мере приближения субботы, они настраивались, потому что музыка – это великая вселенская и космическая гостья. Когда настраиваешься на вечность, появляется эта музыка. В мелкой суете, кроме поп-культуры, ничего не подходит. То есть вы идете из магазина в магазин, идете по улицам, все суетятся, спешат, кто-то ругается нецензурными словами, кто-то что-то говорит прохожие мимо, вы слышите обрывки речей и всего прочего, и вдруг, если бы зазвучала эта классическая музыка, вы сказали, господи, еще и этого не доставали. Не-не-не, мне хорошо. Да? В суете, да, мне хорошо. В суете, да? Но я не могу поп-культуру, я ее не могу. Я тоже не могу. Никак-никак. Но это наша особенность. Нужно признать, что музыки плохой не бывают, бываем плохие мы. Когда меня Познер спросил, как вы можете охарактеризовать поп-музыку, я сказал, что это музыка для тех, кто не очень читал, не очень думал. Я не очень философствовал. А вы думаете, правда так? Да, конечно. Правда? Да, конечно. Правда? А вот знаете, что еще? А я вот слышу, как звучат цветы. Цветы? Я могу в это поверить, потому что звучание есть у всего. Звучит вся Вселенная. От мельчайших молекул и атомов, которые кружатся вокруг, все звучит. И розы с гиацинтами звучат по-разному? Да, просто наши уши настроены на определенные волны, и мы не все воспринимаем. Потому что, когда я дельфином стал играть на скрипке, вот такого количества публики, которые хлынули ко мне прямо на катамаран. Что было? Это был знаменитый проект с Гротовскими. Очень известно об этом же я говорил и в федеральном собрании. И все. Был знаменитый проект «30-я параллель». Вы, наверное, знаете, что все цивилизации на Земле родились вокруг Земли на 30-й параллель. И была идея, в тот день, когда весь мир должен был погибнуть, помните календарь Майя, все мы погибнем, все ждали, кто-то сидел дома, чтобы погибнуть дома, кто-то выходил из дома. Вот люди, которые легко внушаемые, все какие-то истероиды, люди с пораженной нервной системой, с поражением мозга, с какими-то опухолевидными делами. Ведь мы же ничего не можем знать. Мы видим человека, который дурак. А мы говорим, дурак. А он не виноват. У него там начинаются процессы. Боск-то сложный механизм очень, да? Есть галактики, где все спокойно. Есть галактики, где идут вспышки сверхнового, все погибает. Есть вращающиеся галактики. Вот так же и мозги. Мы же не можем все мозги привести к одному знаменателю. Один человек слушает и говорит, посмотрите, любые отзывы на форуме. Все от того сообщения, что, например, я все, что я делаю, это гениально, до сообщения, что я последний гад, и что бы со мной было, если бы не то и не все. То есть шкала человеческого мышления от гениальности до дебилизма включает все виды мышления. Мышление мышления. Что дельфины сказали, когда сыграли на сне. Так вот, все было очень просто. Когда мы были там, но об этом же очень многие знают. Я не знаю, такое впечатление, что немножко Латвия в стороне сегодня от некоторых проблем. Тридцатая параллель. В этот день мы на Катамаране вышли. Причем это были приглашены сто, как Гротовские считают, знаменитые исследователи дельфинов, авторы книг, уникальные огненные души, которые собирают гигантские конференции в Греции. Я, к сожалению, не смог приехать на эту конференцию. Я должен там выступать в Дельфах. Там, где дельфийский оракул. Это очень знаменитые люди. Их книги о дельфинах уникальны. Они утверждают, что дельфины – это великая, высокая цивилизация. Причем, когда другие оппоненты говорят, подождите, 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 они ничего не построили, они не создают никакую музыку, они не создают никаких там украшений. А мы ничего об этом не знаем. Нет, дело не в этом. Просто мы живем в той обстановке, где мы окружены врагами. Мы живем в обстановке враждебной нам, кислотной, с водопадами, с наводнениями, с катастрофами, с земледрясениями. Нам все время нужно искать убежище. Мы все время должны искать пищу, бороться со всеми хищниками, которые на нас нападают. У дельфинов нет врагов. У дельфинов есть любовь и свободное движение. Вообще нет врагов. Представляете, как бы мы жили сейчас, если бы у нас не было врагов, если бы никто не готовился к очередной войне, если бы не было сплошных войн, которые поразили человечество, в 20 веке, когда мы пережили все, Гайдена, Моцарта, Бетховена, великих немецких философов, когда, понимаете, французская поэзия Плеяды позади, импрессионисты, постимпрессионисты, казалось, человечество достигло таких высот. И вдруг, в 20 веке, после всех этих прелестей, две мировых войны. Печи лагерей смерти коммунистические и фашистские. Единственное разница, что фашисты не уничтожали свой народ, они уничтожали другие народы, а коммунисты, они почему-то напали на свой народ. Их важнее и важнее всего было уничтожить собственный народ в ГУЛАГе. Гитлер поднимал свой народ, говорил, что это великие арийцы, что это великий сверхчеловек немец, немецкие женщины, немецкие дети и так далее. А вот там недочеловеки, славяне и все прочее. Сталин никогда такого не говорил. Он говорил, что все гады и враги здесь. Вот и прежде всего надо с ними расправиться. Вот многие люди этого не понимают. Ну ладно, опять уходим от политики и возвращаемся к музыке. Дельфины. И ничего из того, что для нас ценно, не нужно. Вот мы, например, изобрели интернет. У дельфинов этот интернет существует тысячи лет. Природно. Сейчас скажу. Природно. У дельфинов локационная система передачи и приема. Если дельфин любит дельфиниху, которая находится в трехстах километрах от нее. Она об этом узнает. Он ей дает смс-ку. Я тебя люблю. И дельфиниха среди спокойной стаи начинает прыгать. И дельфины так на нее смотрят, что случилось. Наверное, получилось известие. Такой чудесный дельфин тебя, наверное, любит. Но дельфин может передать точно так же информацию всем. Тогда прыгать начинает вся стая. То есть, вот вам интернет. А музыка? Музыка для них это гигантская, сложнейшая. У них же гигантская возможность воспринимать. У них же неограниченно, как у нас. У нас вверху не слышно инфразвуков, не слышно ультразвуков. Мы пользуемся полутоновой системой. Некоторые культуры пользуются четвертоновой. Мы часто четвертоновую не слышим даже. А не слышат. Вот видите, даже на планете земля есть люди. Есть другие люди, которые вообще не слышат звуковысотности в Африке целый ряд племен. Они слышат только ритмы. Вот поэтому, например, для них восприятие поп-музыки намного быстрее идет, чем, скажем, музыки Гайдена или Моцарта или Брамса. Потому что для них Гайден, Моцарт и Брамс – это какие-то звуки. Звуки, вот как для наших тоже попсовиков. Они слышат ритм. Если ритм есть, и он преобладает, тогда для них это музыка. Потому что они не добрались до звуковысотности. А скрипка? Конструмент для дельфин. Что дельфинам лучше, скрипка или альт? Нет, я не играл на альте, для них я играл на скрипке. И вот там случилась просто такая интересная вещь. Раньше записывали всю эту встречу с дельфинами, только снимали прямо с катамарана. То есть у вас была реальная встреча с дельфинами? Конечно. Ну, 30-я параллель в тот день, когда все собрались погибнуть, мы вышли на катамаране в открытое море на 30-й параллели. Это было около... Николай Семенович заиграл на скрипке. Но не сразу. Я взял с собой скрипку, потому что была идея сыграть на скрипке и посмотреть, как дельфины будут реагировать. Потому что они очень не любят записи. Они не воспринимают их. Только живую музыку. Только живую музыку. Вот там еще одно доказательство более высокого уровня развития. Они записи не слышат. Для них это консервация. Понимаете? А живую музыку начинает вибрировать воздух, вода, и они тут же реагируют на нее. Вот я взял с собой скрипку туда, а там были отобраны 100 лучших людей планеты Земля. Там были Нобелевские лауреаты. Там, кстати, из России был не только я, но и Слава Полунин. Один из лучших людей нашего времени. Он же, простите, он же... Ну, мы с ним в очень близких и дружеских отношениях. И я понял, у него на мельнице подпрыгает. Он не играет, он же прыгает. Да, да, да. Он посвященный, один из посвященных. Мы очень разные с ним, но мы сходимся в одном. В такой естественной потребности. В красоте, в гармонии, в остроумии и так далее. То есть, вот там были вот такие люди. Понимаете? Удивительно. Там все это шло на четырех языках. Испанский, английский, русский, немецкий. Вот. И все-таки вы взяли скрипку и заиграли. Решили, что нужно теперь снимать не только из-под воды встречу, и не только с катамарана, но еще и запустить дрон. Это были первые дроны. Приехали с огромным дроном. И прямо с катамарана запустили его, как раз когда дельфины, назов, еще никакой скрипки, ничего, да, приплыли туда. И это было огромное количество дельфинов. Запустили катамаран, чтобы снять море, кишащее дельфинами. Немыслимое. То есть воды нет почти, не видно, потому что только дельфины. Тела они выпрыгивают, приветствуют, потому что собралось столько энергии. Это как бы встреча цивилизации. И вот запустили катамаран. Дрон. Который стал... Дрон, дрон, да. И вот он стал летать и гудеть, как последний гад. И дельфины восприняли его, как птицу смерти, как объявление войны. И в течение пяти минут акватория моря была пуста. Да ладно. Ну, об этом уже описано в этой книге дельфины и даже фотографии, где я им играю. И вот, значит, полезли под воду всевозможные плаватели для того, чтобы опять всеми звуками пригласить, сказать, что это ошибка, что не будет, что это... Вы не так поняли, что это наши съемки, наши дружеские встречи. Ничего, дельфины. Нет, нигде, вообще нигде. Не видно ни там, ни там. Сколько не смотришь, ни одного брюшка, ни одного хвоста, ничего. Тогда я достаю скрипку, открываю и начинаю играть. Играю, причем, совершенно безумную импровизацию. А вы посмотрите выступление Казиника в федеральном собрании. А смотри, смотри. Там же миллионы, десятки миллионов просмотров от всех. Там сотни переводов, там все друг другу предприятия, директора, заместителям, шефам, всем. Все банки, все структуры, все... Да, понятно, что дельфины. Да. И когда я начал играть, я стал музыку, как бы фантастическую импровизацию, которую я на ходу составлял из музыки барокко, из древнейших иудейских песнопений религиозных, из православных песнопений, из цыганских, фламенковских созвучий, сотрудничества с испанцами, арабами, евреями, когда-то отсюда появилась фламенко. Я сыграл такую пятиминутную импровизацию. Примерно через две минуты, откуда ни возьмись, со всех сторон появились дельфины. И я играю перед самым уникальным концертным залом мира. Я такого не испытывал никогда. И они снова заполнили всю акваторию? Они заполнили акваторию, они прыгали, они высовывали вот так вот, как ряды, в огромном зале на много километров. Это был концертный зал. Я играл. Когда я закончил играть... А вы это видели все? Они стали кружить, конечно, конечно. Вы понимали, что вы играете для них? Они стали кружить вокруг, чтобы не уплыть оттуда. Может быть, еще будет игра. Тогда я стал играть Баха. Все опять скопилось. В общем, получилось очень интересно. И получилось, что моя скрипка практически тогда объявила дельфинам, что мы пришли с миром, с музыкой. А они ведь, насколько они древнее цивилизации, чем мы. Это значит, почему я такую музыку играл древнейшую? Что они слышали в те времена, которые мы не слышали. Потому что даже днотная запись не дошла из тех времен. А они помнят. У них же память передается генетически из поколения в поколение. У них же не было ГУЛАГа никогда. У них нет врагов, нет ГУЛАГа, нет борьбы за идею. Понимаете? И в результате сформировалась совершенно особая цивилизация. Им многого не нужно. Понимаете, как объяснить вот то, что все утверждают люди, которые ими занимаются, что это великая цивилизация. А некоторые говорят, какая же цивилизация, когда ни Дворца Съездов не построили, ни Кремлевских стен, ни церквей, ничего. Нет у них ни Бога, ни черта, ни дьявола, и опер нет, ничего. Какие же цивилизации? Просто такие животные, как и все. Вот я вам приведу пример. Ведь собака по шкале интеллекта стоит на достаточно высоком уровне. А вы посадите собаку, которая сидит на цепи, и положите мясо не в пределах досягаемости собаки. То есть положите на 50 сантиметров. От конца цепи. Да, вот она, цепь кончается, собака начинает вздыхать с голоду. А мясо вот. Тогда рядом положите палку. Собаке достаточно взять палку в зубы и пододвинуть к себе мясо. Ни одна собака на планете не сделала этого движения. Уже проверили, искали, будет ли хоть одна собака. Нет. На этом основании можно сказать, что собака глупа. Что все разговоры об уме, она только виляет хвостом перед хозяином, она любит хозяев, она друг человека. Нет, не глупа. У собаки в генофонде никогда не было заложено цепи и палки. Собака была свободна. Если она на цепи, значит, ей приносит тот, кто ее посадил на цепь еду в пределах досягания. Если она не на цепи, то она достигнет сама еду. Понимаете? А мы поставили искусственные условия. Мы собаку на цепь посадили, дали ей мясо и палку. Но у собаки нет связи между палкой, мясом и цепью. Вот и все. Она остается умной, но в ее обиходе нет. Вот так же сейчас я скажу. Классическая музыка – это величайшее культурное достояние всей цивилизации, всего человечества. Но у целого ряда людей сложилась такая ситуация, при которой у них в их разумном мышлении не существует классического мышления. Но это правда. Это нормально, абсолютно нормально. Вот, например, у меня. Это очень жаль. Даже при том, что у меня вполне себе… У тебя есть классическое мышление? Нет, у меня вполне себе какое-то образование есть, но не классическое и так далее. Но у меня все равно нет в голове классического образования музыки. А при чем все образование? Люди кончают консерваторию и никогда не приходят на концерты? Нет, нет, нет. Это самая непосещающая аудитория. Конечно. Люди после окончания консерватории. Нет, нет. Вот это самое страшное. Кирилл, у нас осталось 10 минут. Пусть поговорит Михаил Семенович. Нет, просто все очень просто. Я проводил социологические эксперименты. Кто сидит в моем зале? В моем зале сидят врачи. В моем зале сидят программисты. Математики, физики. В моем зале меньше всего кого. Музыканты. А вот когда вы выступали перед этими самыми сенаторами? Ну, посмотрите просто. Да я смотрела. Конечно же. Да. Я, конечно, смотрела. У вас какое было ощущение? Вот когда вы перед дельфинами играли, вы видели огромную аудиторию и другую цивилизацию. Сенаторы подпрыгивали точно за вашей спиной. Матвиенко точно подпрыгнул. Нет, сейчас я вам скажу. Матвиенко, кстати, потом ушла. И многие говорят, почему она ушла? А я вам скажу, почему ушла. Потому что историю с дельфинами она слышала. Она пригласила меня на историю с дельфинами. Но я пошел при условии, что 15 минут я уделю дельфинам. Но перед этим 15 минут я буду говорить о самых важных вопросах культуры. Она говорит, хорошо, сейчас удлиним время. Час эксперта. Поэтому она должна была уйти докладывать своим коллегам по правительству. Она сказала, я уйду, пусть вас не смущает, просто когда вы будете первые 15 минут говорить, я с интересом буду слушать. А вот эти вторые 15 минут, когда вы перейдете к дельфинам, я как раз уйду, потому что я уже позвонила, что через 15 минут я выйду. Вот. Поэтому ее не было. Но, значит, во время моего выступления, если вы посмотрите, послушайте реакцию, шли аплодисменты. Они слушали очень тихо. Как только я даже сказал, что хотите стать одной из удивительных стран мира, поставьте культуру под номером один, планируя бюджет следующего года. Просто у меня, по отношению к этим людям, как у юристов, которые делают очень плохие законы, по крайней мере, они их одобряют. У меня, я поэтому вас спросила, у меня ощущение, что они не должны были аплодировать, у них нет классического мышления. Но я могу ошибаться. Нет, они аплодировали, но только не из-за себя, а из-за меня. У меня, видимо, все-таки есть какой-то определенный гипнотический дар. Это и правда. Понимаете, когда я вышел со скрипкой, то для них это было шоком. Во-первых, со скрипкой. Шуть, эксперт. В федеральном собрании, они серьезнейшие, они принимают законы все время. Перед тем, как я когда зашел в зал и сел, то они как раз принимали какой-то скучнейший закон. Они так не хотели его обсуждать, они знали, что они нажмут эту кнопку, что все... Ну, зачем тратить время? Ну, ясно, что нужен там навоз, условно говоря, на поля увеличить там поставки или что-то такое. Они же куда только не приходится им завязать. Разрешить сбор валежника или отстрел в загоне. Я не помню уже что, потому что у меня память счастливая. Она выбрасывает все, что мне не нужно. Маршрутный лист на сбор ягод, да? Да. Она выбрасывает все, что мне не нужно и оставляет то, что мне нужно. Вот я помню, что это была какая-то такая ахинея. Я даже когда-то ведь начал, я сказал, что вот вы тут такими серьезными вещами занимаетесь, такими сложными. Я хочу вас немножко перевести в другое состояние, не менее серьезное, но очень важное. И начал. Вы знаете, в течение всего времени они слушали. Но вот если бы задали вопрос, были ли последствия? Нет. Нет. И не может быть. Потому что, когда они опомнятся... Потому что это не парламент. Это зависимый совершенно орган. Это не парламент. Они не выполняют свои функции. Даже если бы это был парламент. Нет. Вы поймите, я никто. Парламент в праве решить, сколько выделят денег на культуру сам. Это не они решают. Вот настоящий парламент в праве. Я же был не в парламенте, не в Думе. Какая разница? Я был в федеральном собрании. Они не принимают законы. Нет. Как они? Они одобряют законы. Они участвуют в законодательном процессе, в том числе в бюджетном. Это, знаете, я все-таки дочь последнего представителя Верховного СССР. Я знаю, как принимаются законы и как они делались в Думе и в Совете Федерации. Еще раз хочу сказать. Воздействие в данном случае мое было тем, что называется «факир на час». Когда я вышел со всеми эмоциями, со скрипкой, с парадоксальными идеями о сказке о рыбаке и рыбке, о ларчике Крылова, о том, как мы неправильно учим в школах, о том, как нужно пересмотреть, открыть тайну слова, тайну звуков и так далее. Потому что ведь в чем беда? Музыка это особенно. Люди воспринимают все на первом уровне. Зашел, вышел, ушел. А в творениях искусства есть второй уровень, третий уровень, четвертый уровень. И вот если бы мне удалось построить те школы, которые я хочу, и научить детей по-другому, что я делаю, когда я прихожу к детям? Дети мои, все, они никуда не денутся. Я сейчас только что в Питере, кроме того, что выступил на 4 тысячи человек в огромном зале октябрьском, я еще встретился с девочками пансиона, гимназии, только девочки, 250 девочек, Министерство обороны. То есть Министерство обороны просто отдачивает. Смольный такой, да? Ну да. Я встретился с талантливейшими педагогами и детьми Царско-сельской гимназии, которая построена по принципу Царско-сельского лицея. Чудесные дети. Я встретился со студентами Герцинского университета. И всюду я говорил очень острые вещи. О том, что нужно сделать, как нужно спасти, как нужно защитить и так далее. Всюду очень сильное воздействие. Вот мне, например, воспитательца написала письмо вот этих девочек. Она говорит, вы знаете, вы вот провели небольшой разговор о том, почему нельзя ругаться плохими словами и матом в том числе. Вы знаете, что у нас девочки сами приняли решение больше никогда не пользоваться словами мата. после вашего выступления. Они, во-первых, вами потрясены, во-вторых, они вам поверили, а в-третьих, они в вас влюблены. И они поняли, если где-то, а у нас, я говорю, что неужели, я пишу, неужели у вас была эта проблема в благородном пансионе, то есть пансионер. Она пишет, ну, слушайте, ну, Михаил, ну, ладно. Огромная проблема, огромная. Вы решили ее 10-минутным разговором о том, почему нельзя ругаться. Но я не потому говорил, что я же спрашивал, почему нельзя ругаться. Некрасиво там, нехорошо, все ерунда, болтовня, пустые пожелания. Есть причины куда более серьезные. Но для этого другие передачи нужны, потому что я уже не успею. У нас осталось с вами, по-моему, 5 минут. Да, осталось. Да. И вот сейчас все мне пишут, включая руководство и университетское, и все, о том, что вот эти выступления, а я иногда планирую полтора, а потом было три часа. Никто не уходит, никто не устает, все пьют как, я не знаю, как воду живую в пустыне, когда умираешь от пересохшего горла, и вдруг родниковая вода. Вот такое ощущение. Я всюду чувствую эту радость, потому что я в Питере встретился не только с четырьмя тысячами в Октябрьском, но я встретился еще с сотнями студентов, девочек, мальчиков и девочек царско-сельской. Вот. У меня такая обязанность, поскольку я, кроме всего еще, я лауреат царско-сельской премии за выдающийся вклад в культуру, искусство и так далее. А это очень почетная премия, это премия, которая принадлежит Сокуров и весь его круг. Я в очень торжественной обстановке в царском селе, в день рождения царско-сельского лицея мне вручили премию. Вот. И я просто считаю, что я должен действовать до тех пор, пока я в состоянии это делать. Ну что, построим мы вот те школы, которые вы задумали в прекрасной России в будущем? Хватит нам все? Они уже есть. Есть маленькая школа Либрейн в Москве, например. Совсем маленькая. Но она работает, и дети уже буквально за полгода настолько другие, что если вы туда пришли и просто поговорили с детьми, вы бы окружены любовью, светом. Причем по уровню знаний эти дети во много раз превышают уровень знаний соседней, строгой, страшной школы, в которой уроки, оценки. У меня нет ни уроков, ни оценок. Как вначале они говорили, Анне Коровиной, вы совсем не настоящий директор. Она говорит, почему? А потому что вы добрые все время шутите. А вы никогда не были в лицее Ходорковского под Москвой? Это лицей для детей. Ну, они не приглашают, не знаю почему. Я бываю туда, там, где меня приглашают. Вот они не слышали, скажем, поскольку я не выступаю в праве. Там удивительная атмосфера. Там атмосфера щель. Ну, вот странно, что меня не приглашают. Причем там дети из обездоленных семей. Да, нет, нет, я знаю, что можно спасти всех. Я первые свои лекции читал для детей в тюрьме. Причем дети, которые были убийцами, насильниками уже. За решеткой, за колючей проволокой, за гигантскими стенами. Это Выкши в колонии? Нет, это было в Витебске. Я просто понял, что я счастливый ребенок, потому что у меня папа, мама, друзья, свет и все. А я понимаю, как они попали в эту колонию. Их выгоняли из дома, они стали детьми улицы, потому что дома пьяный, рван, гад, глупость. Они уходили, а потом постепенно привыкли к улице. Вот. Но к чему, вот ваш вопрос, да, можно ли всех научить слушать великую музыку? Всех совсем нельзя. Будет процент, как дальтоники, например, которых не объяснишь, которым красоту Мане, да, картин Мане. Но огромный процент людей можно, потому что вот тот пример, который я привел, церковь святого Фомы, музыка Баха. Эти люди были настроены на космическую волну, на волну вечности. И музыка Баха попадала в этот настроенный мозг. Просто надо найти в своей душе. Об этом говорит Михаил Казини, культуролог, музыкант, просветитель. Слушайте его, ищите его на Ютубе, слушайте его лекции. Это действительно бесконечное наслаждение. Только ищите с одним Н, а то некоторые набирают Казиник и попадают никуда. Честное слово. Большое наслаждение слушать лекции Михаила Казиника о том, что он говорит. Большое спасибо Лену Лукьянову. Кюля Писпонин и звукорежиссер Родион Золотарев. Впереди выходные. Ведите себя плохо. Ведите себя плохо.